я как врач экспертом заявить что кофе очень полезен в этом есть потенциал действительно один квадратный метр ты можешь либо вместе разместить и как-то нужно начать зарабатывать ты обязан в том числе доверять каким-то людям мы деньги доверяли им и все и вот и денег этих лет мы были вообще мы купили опыт да там за 30 миллионов тенге сколько вообще нужно как вы думаете для того чтобы кайфовать почему все-таки люди покупают у нас есть отдел арен который пробивает локации в любой точке мира какие объемы продаж у ваших партнеров три чашки там три стаканчика хватает чтобы кофейня попалась данный бизнес это бизнес переговоров потому что кофейню поставить это элементарно а вот договориться локации это сложно и мы за партнеров как раз таки самую сложную часть и делаем а прикольно что его зарабатываешь на пассиве да немного не паришься и ребятам вообще не нужно кофейню обслуживать больше мы запускаем сервис мы это удобно друзья всем привет сегодня у нас не интервью а целый кофейный подкаст потому что в гостях у нас артем габдрахманов основатель международной сети кофеин смарт кофе я принц как да такое объявление мощнейшие тут еще написано 6 лет в кофейном бизнесе открыл 5 полноформатных кофей более двух лет опыта войти в общем филантроп миллиардер более 25 миллионов тенге выручка собственных кофеин да 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 и с нами александр куприянов основатель международной сети кофеин а смарт кофе то есть самый то есть самое получается ну получается позитивной носим друзья будет очень очень интересно можно сказать все вопросы все что вы хотели спросить про кофе но боялись это сделать сегодня мы узнаем все можем ли вообще пить кофе из автомата примеру на 9 лет является экспертом в сфере франчайзинга 63 компании масштабировал в четырех странах мира чистейший про 350 плюс кофеин запустил в двадцати семи городах козе реально абсолютно там даже больше мы вальном скажем мы сегодня об этом расскажем где-то кто-то плачет даже не один парочка так ну что друзья и если кто-то не понимает контекста smart кофе это международная сеть кофеин само обслуживание которое активно развивается в казахстане кыргызстане россии и грузии да и не только и еще где сегодня узнаем какой вас бы играл я со студенческих времен занимался кофейным направлением я поступил на медицинский университет учился на терапевта шапочка халата меня имеется единственное что у меня есть ну в принципе осталось оттуда и на втором курсе я начал запускать кофейни открывал разница вторую извиняюсь чтобы врачом не пошли работать да лучше кофейни нет я как врач экспертному заявить что кофе очень полезен это вот еще до преимущества короче вот я открыл там 7 кофеин 2 из них закрыл 5 у меня по итогу сейчас выкупая самую крупную сеть в городе то есть вот ну то есть как итог вырос в этом направлении круто то есть понял чем чем я хорош чем нужно заниматься и вот с александром с моим прекраснейшим партнером мы познакомились весной 2022 года он признал как то что вы прекрасный партнер да это чистая правда у меня честно партнерства были они были неудачные ну то есть и вот у меня саша действительно вот как мы больше года идем вместе и нас все получается я получается как бы законно закончил экономический факультет институте занимался всегда предпринимательством и бизнеса мне был вот маркетинговое агентство занимался покупкой франшиз я был в этом эксперте артем эксперты в кофе кофе упаковщик франшиз маркетинг соединились и все полетели вместе то есть вот был создан продукт который и полетел 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 вперед да то есть если резюмировать локальный опыт был то есть как в рознице эти кофе не устанавливать но как масштабно это можно масштабировать его не было у нас саши как бы произошел этот match и все это на так запустилась компания смарт кофе можно побольше про смарт кофе про идею сколько час кофеен в казахстане лучше ли это аппарат на рынке конечно лучше почему он готовит холодные напитки для меня как для тех который в этой теме копался это очень показатель отвечая на вопрос лучше он или там не лучший мы когда создаем продукт мы ориентируемся не на тех партнеров кому мы будем продавать ориентируемся на клиенты кто будет покупать кофе у нас играла поняли что важно совместить яркие цвета там желтый фиолетовый два трендовых цвета когда мы поняли что важно там ну красивую сочную кофе не чтоб она светилась то как будто бы лучше это ответы тех гостей которые к ней подходят и грандлин у вас очень классная кофейня она очень привлекательным и хотели бы например арендодатели разместить ее именно у себя то есть это лучшее возможно ответы как раз клиентов гостей который нас покупает арендодатели которые рассматривают кофейня для размещения То есть и нам такие ответы поступают, да, что она им нравится. Про идею, про идею, наверное, я понимаю, все-таки с Артема, то есть опять же здесь тоже интересно. Да, идея зарождения смарт-кофе, она, ну, то есть тоже вот хорошая тема. По сути, это ниша, которая новую зашел. И я занимался много чем в своей жизни. И там деревянные поддонные палеты продавал, и сайты создавал, рекламу на них продавал, и товары из Китая там возил. И всегда очень просто, ты в Гугле водишь, типа, чем заняться. В 2023 году. И тебе целый список выкатывается. И в том числе ты, когда подписываешься на предпринимателей, в окружении с кем-то общаешься, ты понимаешь вообще, чем надо заниматься так, чтобы рынок был в тренде. Ну, то есть рынок, который растущий, он всегда тебе ошибки прощает. И вот я наткнулся на коллег по рынку, которые занимались данным направлением еще там два года назад, и понял, что, блин, ну, в этом есть потенциал. Действительно, один квадратный метр ты можешь в любом месте разместить и как бы, ну, уже начать зарабатывать. И вот, все. То есть я увидел идея, реализация была примерно два месяца. Все, я сразу уже первые четыре точки сам открыл в городе. Понял, что это очень круто. И вот тогда мы как раз познакомились с Сашей, потому что возникла идея, что вот в рознице есть потенциал, круто, а хотелось все-таки создать управляющую компанию, помогать людям, другим устанавливать такие кофейни. И вот на этой почве, в принципе, да, и формировалась идея открытия именно управляющей компании. Это сложнее намного, чем многим может показаться. Создавать франшизу управляющую компанию – это огромнейший труд. Это бессонные ночи, постоянные. То есть это не как картинка, да, вот мы продаем, как бы, нет, мы заботимся о людях, мы стараемся там найти локацию, мы тоже об этом сегодня расскажем. Сделать продукт хорошим – это трудно, вот, но это того стоит, потому что, ну, как будто бы в этом есть какая-то идея очень правильная. Изучили рынок, поняли, что конкуренция просто отсутствует, просто рынок, ну, то есть, на тот момент, когда мы заходили, было, ну, типа, два игрока, в то время, когда в России, например, было 30 игроков, 40 игроков, кофейни были, то есть, компании были, у которых 4 тысячи уже пробных кофейн, то есть, ну, бороться там просто бесполезно. Здесь всего лишь два игрока, которые потихоньку как-то что-то делают, ну, то есть, не было никаких позывов, а ладно, в том числе, мы не думая, запустили рекламу, получили большое количество откликов, и все, поехали. То есть, как бы, поняли. Тут контекст нужно тоже понимать. То есть, весна 2022 года – это что означает? Инстаграм отключился в России, мы пробовали там, то есть, не получилось, все, инстаграм не работает. Самая классная площадка для рекламы. Пытались, 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 заявки дорогие, мы такие, давайте попробуем просто, вот, ну, в Казахстане сделаем рекламу, вот, просто посмотреть, как это будет. И пошли первые заявки. Ну, то есть, и, по сути, рынок, то есть, спрос сформировал нам предложение. То есть, мы поняли, блин, есть спрос, давайте, ну, а у нас продукт есть, давайте попробуем там. Вот и все. С какого города стартовали в Казахстане? Алматы. Алматы. Партнер с Алматы у нас. Сколько стоит такой аппарат? У нас есть вообще три аппарата. У нас есть три версии, как и несколько айфонов, несколько версий, да, но, то есть, вот, 3,3 миллиона тенге, 3,7, вторая версия и третья версия с ледогенератором стоит 4,3 миллиона тенге. Что хотелось бы, наверное, конкретно сказать по поводу запуска, да, то есть, действительно, мы запустили первую кофейню в Алматы, и на данный момент это самое большое количество кофейней находится именно здесь. То есть, можно сказать, что вот столица смарт-кофе как раз-таки в Алматы находится. Самое большое количество кофейней здесь около 100, кофейней самообслуживания наших. Алматы вообще родина кофе. Кайфовый, сумасшедший, классный город, то есть, ну, безумно, безумно просто любимый. Каждый раз, я не знаю, как люди спокойно могут смотреть каждый день на эти горы, мы каждый раз, когда их видим, мы сходим с ума. Это безумно красиво. Поэтому, ну, человек сургута. Да, 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 я до сих пор в шоке сегодня. Стоит отметить, что Овчинников тоже в городе на Аэс начинал. Может быть, смарт-кофе победит Додо Пит. Итак, какие проблемы были? Какими проблемами вы сталкиваетесь или, условно, ваши партнеры? Ну, расскажу о том, с чем мы столкнулись. То есть, конкретно, да, я думаю, это будет интересно и предпринимателям, и вообще, в принципе, ребятам, многим партнерам, которые о нас не знают, мы расскажем. То есть, действительно, из-за того, что мы изначально выбрали работу удаленный формат, то есть удаленный формат сотрудников, но изначально были сотрудники различные. Россия, Узбекистан, Казахстан. Различный формат сотрудников. Сразу скажу, почему. Мы старались найти сотрудников компетентных в опуске. Это было достаточно узкое ниша. Франчайзинг очень узкая ниша. Мы искали специалистов максимально узких в этой сфере. И поэтому это были какие-то разрозненные люди с разных городов. И это было одной из самых главных проблем, в том числе, что тяжело было контролировать, тяжело было обучать, тяжело было, ну да, то есть, это вот с сотрудниками проблема. На аутсорсе не построишь команду? Построишь, то есть, в том числе, благодаря этому, да, мы им об этом скажем. То есть, как у нас получается сейчас развиваться активно в Кыргызстане? То есть, мы это уже какие-то моменты поняли. Именно это, если ты поймешь, как развиваться, как создать удаленный формат работы, ты можешь по всему миру. Границ нету, то есть, границ нету. Вот кто в этом не приобрел опыт, а мы там приобрели опыт. Мы это понимаем уже. Это очень круто, на самом деле. Когда люди узнают о том, что вы, ну, из другого города, у вас сотрудники вот так вот просто разрознены, у вас нет офиса в Алматы, то они удивляются. А здесь по офису мы как раз локально будем тестировать, пробовать это в Бишкеке делать. Вот мы на аутсорсе научились, и отвечая на вопрос, в принципе, стоит ли компанию выстраивать на аутсорсе? Стоит. Это действительно потенциал хороших кадров искать в разных городах, потому что локально сложнее найти. Алматы, ладно, а если кто-то, например, живет в Таразе. Главное научиться вот это все. Я не представляю. Мне сложно, если вы научились. Это сложно. Но и вот сразу тогда подведем к проблемам, которые к этому привели. Ты обязан в том числе доверять каким-то людям, потому что у нас были в Алмате там, например, ребята, и мы им доверяли. Доверие в том числе сопровождалось в финансовом состоянии, ну, то есть мы деньги доверяли им. И это привело к тому, что разные были ребята, кому мы деньги доверяли, чтобы они им управляли, потому что, ну, так приходилось делать. И все, и вот денег этих нету. По итогу просто мы денег этих нету. То есть это очень смело, это, возможно, как в каких-то моментах глупо. Но это было наивно даже. Наивно, наивно, все правильно. Мы глупцы были вообще. Мы купили опыт, да, там, за 30 миллионов в тенге, то есть, ну, и больше. Ну, то есть мы купили очень классный опыт, который, который, я думаю, поможет нам и дальше шагать. Переживали мы по этому поводу? Переживали. Долго ли? Нет. Мы просто все гнали вперед. А в чем ваше конкурентное преимущество? Хорошо, у вас нету офиса, команда по всему миру, можно сказать. Почему все-таки люди покупают смарт-кофе? Ну, да, тоже здесь хотел бы начать, потому что это отдельная была песня. И мы действительно посвятили вот этому моменту больше количества времени. Пару месяцев мы прямо поэтому посвятили. Чему? Анализ конкурентов. И мы всегда делаем, сейчас, заходя в каждую сторону, мы всегда делаем анализ конкурентов. Смотрим, какие сильные и слабые стороны у них, что мы можем бить, какое предложение мы должны создать. Самое главное, чтобы предложение было настолько классным, чтобы тебя взяли в кратчайшие сроки. Опять же, скорость. Благодаря этому, то есть мы создали предложение, которое максимально быстро человек принимает решение, что я думаю, скорее всего, в мире нет ни одной компании кофейн-самообслуживания, которые сделали это. У нас есть отдел аренды, который пробивает локации в любой точке мира. На данный момент. То есть мы упрощаем жизнь партнеров. Именно это, благодаря основные партнеры нас брали за это. Это в этом тяжело, в принципе, представить. Но действительно, мы это делаем так. Пробиваем локации. Мы это поняли, что этого нет. Ни один конкурент этого не предоставляет. Никто не хочет брать на себя такие обязательства. Нету. То есть мы сделали аренду, поиск аренды, да, мест. Мы сделали, опять я делаю, поддержки. Техническая поддержка есть удаленная. Что мы сделали? Быстрая доставка очень важна. В тот период, когда мы начинали, были перебои с оборудованием. Когда вот в России все началось, перебой с европейскими кофемашинами произошел. Если в ту точку вернуться, то, анализируя конкурентов, мы поняли, блин, если мы найдем тот завод, который будет за 30 дней изготавливать оборудование, мы победим рынок. И мы как раз первые в Казахстан завезли вот эту вот замечательную кофемашинку, которая стоит. То есть мы прям первые завезли ее сюда. И это с триггером тоже послужило. Мало того, что доставка быстрая, мы это с Китая начали делать, и так еще и она технологичная. Просто более притягательная, более привлекательная. И вот на этих трех Китах, по сути, сформировалось вот это торговое предложение уникальное, и в котором вот все это отличаешь и сразу от конкурентов. Какие объемы продаж у ваших партнеров? Сколько вообще нужно, как вы думаете, для того, чтобы кайфовать? Ну, хотя бы в себестоимости работать. Для начала, на точку безубыточности выйти. Ну, мы, в принципе-то знаем ответ. То есть не то, что мы думаем. То есть у нас есть телеметрия, там, где мы отсматриваем продажи. Три чашки, там, три стаканчика хватает, чтобы нам кофей не окупалось зачастую. Ну, то есть от аренды зависит. В смысле, три чашки? Да, в день. То есть от аренды зависит, но если там не сто тысяч теги... У нас тут каждый сотрудник может тогда себе по одной поставить и как минимум окупаться. Да. Не, в этом же и есть прелесть данного направления. Люди литрами пьют кофе на работе, да. В этом как бы есть прикол. Просто что вопрос, за сколько ты окупишься, это уже другое понятие. И мы закладываем, что все-таки бизнес хороший должен окупаться максимум за полтора года. Ну, то есть лучше, если еще быстрее. Поэтому 20-24 продажи — это средняя по сети. То есть мы понимаем, что есть ребята, у кого там 15 продаж, есть у кого 150. И 20-22 — это те показатели, которых, в принципе, хватает для того, чтобы окупиться за 15 месяцев, за 16. Тоже, наверное, вот что бы добавил. В том числе, я думаю, для многих это будет интересно, что у разных кофейн-самообслуживаний, да, там, различных компаний есть такие показатели, есть такие локации, у которых делают там от 100 до 150 продаж, то есть есть. Но мы отличаемся тем, что наши партнеры, у которых есть такие продажи, эти локации помогли, как правило, в большинстве случаев мы помогли с этими локациями. В других компаниях эти ребята сами пробивали эти локации, то есть я безумно горжусь. Здесь и не стыдно, на самом деле, да, сказать, про какие локации. Это университеты, это колледжи, это аэропорты, бизнес-центры, то есть это не просто торговый центр, где ты набрал просто и сказал, можно мне локацию? Можно. Это те места, где нужно пройти там через огонь и воду, через канцелярию, правкомов, деканаты, ну, то есть найти лицо, которое принимает решения. И по сути-то мы поняли, что данный бизнес — это бизнес переговоров, потому что кофейню поставить — это элементарно, а вот договориться о локации — это сложно, и мы за партнёров как раз-таки самую сложную часть и делаем, то есть это, наверное, и есть такая отличительная штука, которая помогает нам развиваться. Да, больше 100 локаций действительно помогли мы, где-то партнёры помогают, но одно из последних наших крутых, наверное, результатов, что наш партнёр выиграл 45 цонов в Казахстане, и мы сейчас там размещаемся. То есть он выбрал именно нас, 15 городов Казахстана мы размещаем в свои вот эти кофейни. Это тоже определенный уровень доверия, то есть он выбрал именно нас, он выбирал среди многих на рынке всеми известных кофейн самоуслуживания, но остановился именно на нас. И да, это гордость, это наша гордость 100%, что сейчас в 15 городах 45 кофейн самоуслуживания. Это собственные наши будут. Мы запустим именно собственную сетку, поэтому вот к вопросу о том, что да, у нас 370 франшиз и 45 конкретно сейчас собственных кофейн будет запущено в 15 городах. Опять же, почему? Потому что у нас есть менеджмент удалённый, и мы сможем это выстроить в 15 городах. И в принципе за этим интересно будет наблюдать. И при этом вас не будет в этих городах. Нас не будет, и у нас ещё срок стоит очень прикольный, что там до середины ноября, до конца ноября нам это нужно сделать. Какой самый маленький город, извините? Ну, Каштау, Кастанай, то есть, ну, различные города абсолютно. Ну, там, да, там маленьких, кстати, много городов. И как вы контролируете? Вот, и как раз тут фишка в том, что мы знаем про то, что нужно кофейни обслуживать специальным ребятам, то есть сервисмены им их называем, и мы там начинаем сразу запускать для наших партнёров. У нас партнёров тоже, ну, почти во всех городах Казахстана есть, и мы там для себя устанавливаем кофейни, запускаем эту услугу, и ребятам вообще не нужно кофейню обслуживать больше. Мы запускаем сервисменов. Вот это удобно. А вот это главная проблема. То есть, смотри, бэйби, да, получается, что помимо того, что окей, с локацией мы помогаем, типа классно, здорово, а ещё мы запускаем сейчас опять же первая компания, которая запускает сервисменов, которые будут обслуживать твою кофейню. И даже если у тебя маленькое количество продаж, то... А прикольно, что ты его зарабатываешь на пассиве. Да, немного, но ты не паришься. А если у тебя здоровские продажи, то просто открываешь вторую, третью, четверую, пятую кофейню, это пассивный бизнес. Получается, мы делаем, уже помогаем партнёров открыть пассивный бизнес. Опять же, есть же, у других компаний есть предложение по поводу партнёрства, и они берут 50 на 50. Мы не берём никаких 50 на 50. То есть просто стоимость вот сервисменов, и это очень маленькая стоимость, там буквально, не знаю, 15-20 тысяч тенге, типа, просто человек. Если тезисно, то это и есть управленческая франшиза. Мы поняли, что мы будем именно такую продвигать, потому что если у одного партнёра плохое качество, по разным причинам, у него там семья, дети, он не приезжает там несколько дней на точку, это влияет на то, что человек больше у нас не будет покупать вообще по сети. И мы поняли, что надеяться на партнёра бесполезно, мы лучше сами сделаем так, чтобы им об этом не думать. Пусть ребята лучше, там, не знаю, ищут ресурсы для того, чтобы масштабировать свою сеть, а мы наберём на себя самые главные вопросы, это по локациям помощь, и для того, чтобы помогать, обслуживать, создать пассивный доход, потому что, ну, это реально тяжело. Спустя там полгода ты начинаешь выгорать, постоянно одни и те же действия делать тяжело. Поэтому я думаю, что данный шаг достаточно интересный тоже, как гипотеза у нас, да, в конкурентные преимущества должно сработать. Да, прикольно. Есть ли партнёры у вас, у которых, ну, там, 10 кофеен? Есть, у кого 22 кофеене. То есть они очень довольны, да? Это компания, то есть это не частный человек, это компания. Вот если брать конкретно по, на данный момент, именно частников, то есть ребята-партнёры, максималка, у нас 5 кофееней. Я просто думал, где, ну, вот эластичность, сколько может быть у одного собственника подобных. Вот смотри, и вот теперь, опять же, да, получается, мы сейчас немного вернёмся к тому, чему мы говорили только что, сервисмены. Вот есть ребята, которых есть 4-5 кофеен, у них есть денег ещё, ну, на 10-20, вообще неважно. Определяющий вопрос локации. Мы готовы бы купить у вас, но, ну, не знаем, куда поставить. Поэтому, если вы поможете с локациями, это вот первая проблема. Есть вторая проблема. Сервисмены, типа, здорово, но я с 4-5 кофеенами зашиваюсь. Типа, ну, то есть я ещё, помимо, возможно, есть свой основной доход и вот док доход. И они не могут выстроить какую-то, нанять человека какую-то определённую с ним систему выстроить. И если мы предоставим ему такую систему, то они будут просто, может, оберутся. У нас есть такие запросы, которые говорят, я купил бы даже вторую. Ну, и, ну, у меня нет времени. Классно. А зарабатываете вы на ингредиентах исключительно? То есть продали? Заработали. Здесь тоже заработали, естественно. То есть, как бы, ну... Паушального взноса нету, но, да, то есть он как бы закладывается просто в стоимость нашей кофейнини, да. Дальше машинка... Она... Что за машинка? Первая машинка. ЛВ-шка, ЛВ-шка, ЛВ-307. Все известны, как бы, уже сейчас её... Её все знают, все знают. Мы просто как бы гордимся, что мы первые её завезли. Сейчас она повсеместно встречается, в том числе, конечно, и в нашей сети. Ну, особая гордость, конечно, то, что находится справа от кофемашины. Это ледогенератор. А вот тут как раз-таки можно уже повизжать от восторга, потому что мы, наверное, первая компания в мире всё-таки, кто сделала такую интеграцию с кофемашиной, что лёд ты не насыпешь, пока не оплатишь. Потому что у конкурентов есть ребята, которые тоже в Дубае развиваются, наши коллеги. У них лёд сыпется просто так. И у них часто просто лёд набирают, там ребятня убегают. У нас пока не оплатишь, ну, лёд не насыпется. То есть интеграция полная сделана. Поэтому... Я ещё видел, что... Ну вот мой коллега, Шерли Гбаев, он тоже имел опыт с подобными вещами в Мегистайл. И там многие люди просто сироп из... Берут в Старбаксе напиток примерно. Или какой-нибудь Костя, да. И просто подходят к такому аппарату и пользуются всеми допами. Это нормально. Этого не избежать. Единственное, допустим, да, есть партнёры, которые... Что за гениальные люди, да. Нет, слушай, этого не избежать. Во-первых, это заложено в финансовой модели. Это первое. Второе, действительно, есть локации, например, вот в Таразе, на ЖД-вокзале, ну, где просто это тотально. Тотальный вот грабёж сиропов. Человек просто их убрал. Честно, у нас тоже была такая локация, собственно, точки, где вот такое было. Мы просто убрали сироп и продажи не изменились. Потому что... Ну, не из-за сиропов. Есть локации просто, где реально будут постоянно это делать. И если, например, это университет, вот мы всегда там в пример приводим, как может там выйти из положения из этого. Ты просто вешаешь портрет ректора на кофейне своей и пишешь, типа, я за тобой слежу, брат. И всё. То есть, скорее всего, студент задумается о том, чтобы, да, ну, лишнее действие не делать, потому что, как бы, ну, зачем ему, да, каждый... А чтобы ректор не был против. А нельзя сиропы интегрировать в машине? Можно. Можно хоть что сделать, на самом деле. Но дело, проблема здесь в том, уйдёт удорожание аппарата. Вот есть удорожание аппарата адекватное, и, например, это вот интеграция, да, то есть у нас есть кофейня без лёдогенератора, есть с лёдогенератором. Так вот, адекватное, это добавить лёдогенератор, и все мы понимаем, что когда в Алмате 40 градусов, в Шимкенте 50 градусов, то это адекватное, это принесёт твои увеличивают продажи, потому что все знают прекрасно, летом кофе идёт меньше из-за того, что он горячий, ну, не хочу пить горячее. А холодное будет пить не то, что, ну, оно не просто будет как среднее, оно будет ещё больше его будут пить. Поэтому увеличение это, оно адекватное. А если интеграция с сиропами, автоматизация, вот эти экономия, там, трёх копеек, она не повлияет на твой доход. Но удорожание системы, именно интеграции, оно точно увеличит стоимость этой кофейни. И это, моё мнение, неадекватное вложение денег. Ценовая политика единая, то есть везде ли кофе ваш стоит одинаково? Вообще партнёры выбирают сами. А, не сами. Выбирают, как бы, ну, да, есть... Ну, в среду города отличаются. Определяют, естественно, то есть определяют в том числе, естественно, локации. Баттерау есть партнёры, которые за 800 продают, не знаю, то есть и больше. То есть в зависимости, конечно, от локации. Астаная, например, да, ну, то есть не могут сделать выше 700 тенге, это очень дорого будет. Поэтому регион является всегда фактором, определяющий цену. Именно регион. То есть вы не заставляете всех работать по единой цене? Можешь зарабатывать больше, зарабатывай больше. Ну, то есть, слава богу. Хорошо. Вы искали, что вы гибкие, не мешает эта гибкость? Прогибаться тут под всех. Нет, это уж... Нет, доброта. Доброта. Мы очень добрые, и вот доброта сыграла злую шутку с нами. Потому что, ну, то есть, когда мы только стартовали, мы соглашались с партнёром на всё. То есть он говорит, ингредиенты, например, там, не хочу покупать. Мы такие, ну, окей, ладно, там, ну, соглашались на это. Какие-то ещё... То есть много было моментов, когда доброта начала накапливаться против нас, и люди начали этим пользоваться. Этот закупает ингредиенты, кто хочет, этот работает на халяльном молоке, например, а оно не соответствует просто нашему качеству, и вкус получается плохой у напитка. Это плохо. А люди об этом думают, что во всей сети смарт-кофе, например, так. И вот это начало накапливаться. Этот ком снежный стал настолько огромный, что действительно эти партнёры, первые наши, даже начали нашим же партнёрам продавать свои ингредиенты. У кого-то цех по обжарке кофе, у кого-то ещё. Это жёстко. Это настолько сильный факап, от которого, ну, то есть мы создали, получается, бесплатно людям клиентскую среду, в которой они начали зарабатывать. А ещё нас они при этом ненавидят. Хотя бы спасибо нам за это сказали. Поэтому доброта сыграла злую шутку. И вот мы сейчас делаем новые договора. Мы готовы признать сейчас публично, если так это можно выразиться, что мы расторгнем договора, возможно, с половиной партнёров, со старыми, потому что мы договор новый сделали где-то уже как полгода. Но вот первые ребята работали на договоре, который дозволял всё. Но никто не думал, что смарт-кофе так вырастет. Мы сами даже не верили в то, что так получится развернуться. И это сильный факап. Там действительно будет больно. Но мы готовы от партнёров отказаться. В частности, ещё почему? Да, у нас есть товарный знак. КАСПАТЕНТ, Институт по интеллектуальной собственности выдал нам товарный знак. То есть мы являемся теперь именем, и мы можем сказать, ребята, убирайте. То есть вы не соответствуете нашим требованиям. Это тот фактор, который на нас повлиял. И что с этим сделать? Опыт. Опыт, который получаешь, который проходишь именно через время. Ну, может быть, благодаря именно этому опыту у вас был такой первый базис для роста. Ну, вполне возможно. Не будем исключать, что не только доброта, но и, знаешь, желание заработать в моменте. Человек говорит, я купил бы, но есть условия. Хочу на своём кофе. Мы такие, ну, в моменте, опять же, когда пошли там первые партнёры, там первые деньги, типа, да, давай. Но мы не знали на том моменте. То есть, в том числе, вот предприниматели, кто смотрят, знаете, то есть продумывайте всё наперёд. По итогу, да, то есть этот партнёр, там, созданы были чаты, и вот продаёт другим партнёрам ингредиенты, типа кофе. Типа прикольно, прикольный опыт мы купили. То есть, ну, классно, ну, мы рады. Другие там, какие-то создали чаты, там, предлагают свои услуги. Есть партнёры, которые, там, не знаю, в том числе, создали аккаунт таким смарт-кофе, ведут там вот жизнь кофейни, и люди, потенциальные покупатели, которые хотят узнать, а что за ребята там, да, задают им вопросы и говорят, слушай, у них не покупай, купи у меня. У меня есть оборудование, типа, я вообще классный. Есть такие моменты в том числе. То есть, и мы это знаем, то есть, есть прям факты этого момента. И это первая категория проблем. Есть ещё вторая. Мы, когда вот только начинали, есть определённый момент с менталитетом, когда нам говорили местные, не местные, то есть, ну, всё равно люди понимали, что мы не отсюда. И у наших потенциальных всех партнёров был один запрос, рассрочка. То есть, вот в Казахстане оно очень сильно развито, но мы не успели подключить банки, то есть, у нас этой услуги не было. А мы понимали, что он купит либо у нас, либо у другого, у кого есть такое предложение. И мы подумали, блин, а давай-ка, ну, закопаемся ещё глубже, мы попробуем сделать рассрочку от себя. то есть, от нас мы свои деньги, по сути, замораживаем. И делали такие вот рассрочки по платежам партнёрам нашим. К чему это привело? Особенно, когда ты отправляешь уже оборудование партнёровым устанавливать, а он тебе должен денег. К тому же, нам эти деньги просто не выплачивают. До сих пор есть ребята, которые нам должны денег, и они нам их не заплатили. Потому что, ну, мы сделали добро, которое, ну, неоправданно было. То есть, всегда нужно какие-то рамки соблюдать. Ты начинаешь и идёшь на всём на поводу, и у тебя ещё деньги тебе не выплачивают. Это же деньги, это всегда рост. Это тоже было следствием того, что замедляло наше развитие. Тут у нас сотрудники взяли деньги, тут у нас партнёры деньги не заплатили. Возможно, мы ещё быстрее бы развились, но в моменте действительно это нас сильно подкосило. Методичка, методичка факапов, ну, ловите просто. Как делать не надо. Не рекомендуется. Вы сами обжариваете кофе? Ни в коем случае. По кофе, там вообще можно бесконечно говорить. Всегда, то есть на каждый кофе найдёт свой любитель, но по итогу, сколько я работал, мы тестировали просто всех вообще, кого только возможно и остановились на таком производителе, который работает с Dodo Pizza. Мы понимали, что в принципе, ну, я тоже знаком с Фёдором Овчинником, я с ним общался. Я понимаю, что это классная компания. И почему бы там не поработать с тем поставщиком, который для них обжаривает, потому что это всё-таки вендинг. Нужно на свои вещи смотреть прямым взглядом, потому что 100% на арабику, если, да, про зерна говорить, использовать здесь лучше не надо, потому что должна быть высокая температура, а если мы на высокой температуре тут приготовим, то стаканчик будет сильно руки обжигать. То есть поэтому используется смесь робусты с арабикой. То есть вот поэтому выбрался вот производитель, который нам делает кофе для смарт-кофе. Для розницы используется другой производитель, например. Там мы используем 100% арабику для наших гостей. Вот, то есть тестирование, тестирование, тестирование. Ну и, конечно же, в том числе, благодаря чему, почему такие производители, вот, кстати, ты пьёшь сейчас ташкентский чай, это абсолютно наша разработка. Вот конкретно мы разработали, то есть нам на производстве, благодаря кому? Юрий Фомин, это известнейший по-чистому. Шеф-бариста в СНГ. Ну, то есть у него много регалий, он много где выступал. Спешлти кофе ассоциейшн, там все-все вот эти движухи. Медалей очень много. Медалей. То есть он, как бы, что такое шеф-бариста? Это в том числе связи определенные, которые помогают ему очень быстро запустить процесс. Ташкентский чай, ну, то есть это реально вот основа прям была, то есть сделался чай, его выпарили. То есть, да, из их состава там чёрный-зелёный чай, мята, мёд, пробуют и отправляют. Тоже, кстати, вот из опыта, вот мы как можем заявить, например, первой партии у нас были неудачные с ташкентским чаем, потому что сахар не растворялся, не успевал. Мы сделали сахарную пудру, и она растворяется быстрее. То есть мы довели как бы до идеала данный напиток. А сейчас у нас выходит ещё новый, вот это как мы в том числе сейчас на рынок Дубая метимся и в ближайшее время. Крэк-чай мы тоже сделали. Собственное производство, то есть в том числе сделали... Нет, нет, 100 процентов, 100 процентов. Мы видим, что много уже есть моментов кофейн, где есть карак-чай. То есть люди понимают, что за продукт. Просто он там был понятен. Теперь он здесь понятен. Круто. Ну, то есть увеличивать продажи. Мы за то, чтобы партнёры увеличили продажи. То есть благодаря таки эксклюзивчикам, в том числе, мы изначально залетали определённые эксклюзивчики, ради которых люди покупали именно вот в этих аппаратах, а не в других. Какая выручка может быть у партнёра в месяц? Вот мы как раз отталкиваемся по сути от продаж. Если вот мы берём медиану там среднюю 24 продажи в месяц, то мы просто умножаем на 690 тенге, умножаем на 30. И получается там выручка. Важно просто понимать, что здесь не сколько важна выручка, а сколько именно сама вот эта метрика, что половина денег это твоя прибыль. 50 процентов рентабельности. Вот. Просто при 24 там продажах, ну... То есть где-то в районе 500 тысяч тенге. Да, и поэтому там 250 тысяч тенге это есть чистая прибыль получается. То есть мы как и закладываем, то есть от 200 тысяч тенге. То есть мы позиционируемся, что если локация не выдаёт только прибыль, надо её менять. Не выгодно ли всё-таки было самим обжаривать кофе для того, чтобы... вы же продаёте ингредиенты, вы этот же кофе продаёте своим партнёрам. Это на самом деле заблуждение, потому что конкретно вот кофе является ну очень сложным продуктом. Мне кажется, мало того, что он востребован на втором месте после нефти, так он ещё и сложный в принципе, как и нефть в переработке. Потому что лучше довериться людям, которые в этом профессионалы, вот прям кто разбирается в этом, и кто посвятил там много времени, у них огромное там производство компаний. Потому что если самим делать, мы с чем можем столкнуться? Одно зёрнышко такое, другое большое. Одно обжарено хорошо, другое плохо. На объёме мы можем столкнуться с проблемами. Мы решили такие, блин, зачем нам лезть в эту историю, когда есть ребята, кто в этом эксперты? Так давайте мы примем для себя решение, что мы эксперты вот в этом и будем заниматься только этим. Вы развиваете исключительно смарт-кофе, то есть вы не продаёте просто машины, чтобы люди работали под своим брендом? Очень редко, но бывает, да. То есть именно, что просто продать оборудование, но тогда наша экспертность, она ему и не нужна. То есть мы вот как люди, которые разбираемся в том, какую локацию нужно взять, что вот мы сервисмейнов запускаем, то есть с нами выгодно работать в принципе, потому что мы предоставляем такие условия, как пассивный доход уже, то есть можно этого не стесняться такого выражения. Поэтому вот. Такую машину можно как бы купить не сложно купить. Поэтому изначально были такие запросы, сейчас их просто нету, потому что кто хочет купить дешевле и что-то там двигаться сам. Ну, вперед. То есть в любом случае человек столкнется с реальностью потом, так или иначе. На мой взгляд, конечно, всегда лучше пойти к таким проектам, как вы, чтобы за какую-то небольшую дополнительную маржу купить ваш опыт. Вы-то потеряли уже кучу. Так оно есть. Вот на самом деле, да, очень куча. Ретрансляция такой мысли может так служить, что, ну, как минимум, можете к нам присоединиться, чтобы опыт посмотреть, а потом уже там свои сети выстраивать. Ну, хотя бы, да, опыт покупить в виде франшизы сразу, чтобы понять, какие там шишки ребята набили. Мы их нормально набили. Просто нас заматировали перед съемкой. Вопрос. С учетом того, сколько партнеров там доставило вам определенные неудобства, у вас вообще какие-то требования есть к партнерам? Вот здесь очень хороший вопрос по опыту ведения. Блин, по сути, его нету этих требований. То есть, мы хотели дать возможность всем абсолютно в этом бизнесе участвовать. Можно ли было сделать воронку определенную, что мы берем предпринимателей с таким-то опытом, с такими-то ресурсами? Можно было. Но вот почему-то мы решили пойти по пути вот именно всем предоставить эту возможность. Есть желание открыть? Открывайтесь. И поэтому требований изначально как бы мы не выставляли. Аукнулось ли это нам изначально как-то? Аукнулось. Но это вопрос больше как раз-таки к юридической стороне и объяснению людям, что от них требуется для нас. А как бы то, что мы не фильтровали людей, отчасти для нас, конечно, сыграло злую шутку. Теперь мы принимаем все-таки решение сотрудничать с человеком или не сотрудничать. То есть, отказ может поступить. Я бы добавил еще, наверное, здесь по этому поводу, что все-таки вот вентинг, да, и кофейное самообслуживание чаще всего, чаще всего это люди, которые открывают первый свой бизнес. Круто ли открыть это по моему мнению субъективному, это один из самых простых бизнесов, понятных бизнесов, на которые люди могут попробовать. Вот люди, ну, они восхищаются, говорят, слушайте, я начал считать там выручку, прибыль, там доходы, расходы, начал какие-то денежки там вот считать, думать начал. Это же очень круто, когда люди говорят, это мой первый бизнес, я доволен, я счастлив. Ну, это меня просто тогда вот переполняет от этого, что какую-то пользу мы даем людям. Вот, поэтому мы все-таки приняли, да, решение, что... есть какая-то миссия определенная, вот если, например, ее сформировать таким образом, что было бы классно изменить качество жизни или, в принципе, поменять возможность жизни конкретного партнера, то это было бы, наверное, лучше для нас наградой. то есть это как будто бы больше драйва приносит, то, что вот есть там утрена девушка, да, то есть у нее там, не знаю, если там не сложилось в бизнесе, например, то есть она пробовала много, у нас есть такие, причем, примеры, пробовала в Алберес, пробовала то, то, но не получалось, везде прогорало, а тут пришла к нам, поставила, город как Шатау, причем, да, ну, то есть можно рассказать, поставила, хорошие продажи в двух локациях, прямо вот хорошо заходит, и она счастливая, она благодарит нас, что вот, ну, блин, вот со смарт-кофе у меня реально получилось, спасибо вам большое, то есть как будто бы даже в этом и есть прикольная наша миссия, классная, правильно, то есть предпринимательным помогать-то ладно, ну, то есть это для них просто пассивный доход, а здесь больше, что мы предоставляем возможность людям, ну, вот, зарабатывать на любимом деле, кофе, это же классный продукт. Это, кстати, интересно, друзья, вот те многие люди, которые пытаются заняться бизнесом, потратить очень много денег, начните вот с чего-то очень простого и понятного, да, как это будет вам вообще откликаться. По поводу Грузии и Кыргызстана специфика, везде своя, правильно? Ну, там, в Кыргызстане своя специфика, в России своя специфика. Окей, опять же, возвращаясь к нашему диалогу, сейчас возвращаться туда-сюда, мы же говорили о том, что мы, перед тем, как зайти на рынок, и так всегда было, мы анализируем конкурентов, смотрим, нужно ли это нам, что у них есть сильные и слабые стороны, в том числе, когда заходя вот в тот же самый Кыргызстан, мы посмотрели, о том, что уже есть спрос, уже создан спрос, мы видим, что там компания развивается, смотрим сильные и слабые стороны, а у нас уже есть как бы опыт вырыва, все, мы сделали опять лучшее предложение, приехали туда, за пару дней один из партнеров, здравствуйте, ну, то есть такая скорость, кого он, то есть мы хотим сейчас, вот, если кратко, про Кыргызстан, хотелось бы сказать, что в Казахстане за год, да, у нас 370 кофеен, мы хотим сделать такой результат за два месяца в Кыргызстане, и мы понимаем, что это сейчас возможно, в Кыргызстане, за два месяца, потому что мы делаем оффер, от которого, предложение, от которого невозможно отказаться, рассказите, вот, это вот то, что мы сейчас рассказывали, в Кыргызстане, это все дело, ну, то есть очень в плотной структуре мы сделали, поиск локаций делают наши риэлторы, они прям ездят, то есть это не просто звонки, это ребята, кто ездит по коммерческой недвижимости раз, и по госструктурам два, университеты, банки, там и прочее, сервисмен сразу обучается на месте, склад уже сейчас оформляется, то есть получается, человек покупает у нас франшизу, он к ней не притягивается с первых дней, сразу сервисмен объезжает, локации договорены, самые лучшие, там действительно, как бы, много локаций хороших сейчас, и вот он получается, опыт, то есть мы, как бы, прошли год, поняли, какой оффер реально нужен людям, да, то есть мы поняли потребность реально, какая им нужна, и в Кыргызстане реализовали, думаем ли мы, например, что у нас получится в Таджикистане, либо в Узбекистане, да, то есть мы понимаем, что это интересно людям, потому что в Кыргызстане сразу это там, да, взяло какой-то оборот, в Грузии, в том числе, там просто в каждой стране есть какие-то другие еще нюансы, к примеру, ну, то есть менталитета, откуда вы, ребята, мы такие, да, здрасте, добрый вечер, с Грузией действительно были сложности, поэтому мы пока взяли паузу, почему даже к вопросу, мы начинаем с Кыргызстана, ну, да так проще нам, ну, то есть это ближе, это понятнее логистика, с Грузией есть нюансы, в том числе политические, то есть усложнили вот эти все гайки. В итоге, вы хотите в Кыргызстане там 300 кофеен, это просто... Угу. Для начала. Для начала. Ну, и Казахстан, мы не забываем, в любом случае. Тогда какие у вас планы? Ой, они очень амбициозные. Вообще, то есть, во-первых, сформировалась до конца четкая, понятная миссия, то есть мы действительно хотим, чтобы мы помогали ребятам в обслуживании этих кофеен, то есть мы хотим, вот чтобы человек присоединился к нам, его жизнь поменялась в лучшую сторону, иначе зачем все это? то есть, оборудование купить можно там и на рынок сходить. но это ваша миссия. Какий план? План? Ну, в цифрах, если говорить, то вот в Казахстане у нас там были поставлены цели, что мы хотим там дойти до 500 кофеен, вот в этом году, то есть до конца года в Казахстане должен быть сеть общая, 500 кофеен. Плюс мы запустили собственную розницу, вот сейчас конкретно ее открываем, это для нас тоже классный кейс, опыт как удаленных. В цонах. В цонах, да, как 15-х. Там партнер. Ну, партнер это человек, который просто, ну, выиграл тендер и нам доверил. То есть, а устанавливать это все мы будем обслуживать сами. И самая главная, наверное, миссия и цель, которая вот, ну, зажигает нас очень сильно, а сможем ли мы реально в других странах полностью повторить опыт не в СНГ странах? То есть, например, это будет Европа, это будут другие континенты, то есть мы хотим взять и протестировать локально, потому что мы поняли, как удаленный, как локально делать маркетинг, взять и, например, в Австрии запустить рекламу. То есть, мы метимся вот туда. То есть, мы не останавливаемся здесь. Локальных каких-то штук, которые мы для партнеров делаем, много, но глобально вот весь мир хочется. Ну, хорошо, там, не знаю, 5 лет, 3 года. Сколько будет у вас точек смарт-кофе? Знаешь, как бы ответил на этот вопрос по поводу планов? То есть, во-первых, мы, естественно, будем продолжать развиваться кофейне самообслуживания, смарт-кофе в Казахстане, естественно. Ну, что-то безумно людям. В принципе, мы видим потенциал развития в Казахстане различных бизнесов. Об этом чуть позже. Второй, мы будем двигаться ровно так же по другим странам, потому что для нас это вызов. Две недели назад, а нас никто не знал в Кыргызстане, спустя две недели назад, ну, то есть, две недели прошло, один из партнеров. Круто, очень круто. Им все, у нас вызов пришел. Интерес, ничего себе. А давай замахнемся туда. А давай туда. А давай туда. И все. То есть, это вот эти нюансы, да, то есть, как развиваться. Мы собираемся по другим странам кофейне самообслуживания. В том числе, уже, я думаю, к этому году, ну, ладно. Максимум, в начале следующего года мы запустим кофе-бары. Кофе-бары по франшизе Smart Coffee. То есть, под этим брендом мы хотим создать полностью, стать первой компанией, которая будет развиваться именно в полном спектре, кофейном спектре. То есть, смарт-кофе, чтобы люди уже, смарт-кофе, это уже определенный бренд. И вот мы хотим продолжать эту историю развития бренда. В общем, и вширь развиваться, и в глубину. Смарт-кофе, то есть, кофейне самообслуживание конкретно, это все-таки мы тоже хотим создать для себя некий пассивный бизнес. То есть, вот будет тысяча кофеен, ингредиенты покупают, все, ну, мы отдыхаем. Потому что, если мы затрагиваем тему реально вот цифр именно управляющей компании, как выглядит механик у нас, как мы себе там дорожку проделали, чтобы инвестору сделать вот этот вот кэш-аут, да, с нашей компанией, чтобы нам дали деньги, а он получил долю, он будет оценивать по тому, сколько пассивный доход идет в месяц, и по документам, которые подтверждают этот факт. И пока мы сейчас реально не создадим условие, что все локации, в частности, заключены на нас, самые сильные, то это и будет являться сильным триггером для инвестора. Он понимает, блин, у них как у Макдоналдса, ничего себе, у них локации, им принадлежат по аренде, партнер обязан закупать ингредиенты, я спокоен, давайте я вам заплачу там какую-то энную сумму денег в долларах, потому что я знаю, что эти партнеры будут платить деньги за ингредиенты, потому что и аренда принадлежит управляющей компании, и еще по договору партнерства он обязан ингредиенты закупать. Я понимаю, что мы не в спешлите кофейне, и не претендуем на вот этот супер кислый вкус с тоннами букетов, у вас что там внутри, в какой пропорции «Арабика» и «Робуст»? 730 и 100%. То есть все-таки есть заведение, окей, где можно ставить 100%. Ну, то есть какой-то премиальный бизнес-центр, где можно удивлять гостей именно стопроцентной «Арабикой», потому что им может «Робуст» и не зайти во вкусе. Поэтому мы партнерам от локации рекомендуем соотношение делать. В данном случае мы привезли стопроцентную «Арабику». Во-первых, ну, конструкция массивная. Она массивная, но при этом, ну, не тяжелая, на самом деле. Чтобы не терять время, может быть, начнем заказ? Сразу? Да. В общем, банановый «Арабик»… Чай можно, можно «Айслатэ» попробовать все-таки. Ну, то есть посмотреть… «Айслатэ»… Да. Из аппарата. Да. Интересно. Let's go. Все, go. Нажимаем. Так, что я должен указать? Сколько льда? Вот выбирай, сколько льда ты хочешь, то есть… Ну, допустим. Лучше, если мы платим деньги прямо по полной, ну, то есть 200 грамм. То есть, прям, ты не ползунок до конца. А тогда будет мало латте. Нет, там вот этого не меняется. Мне кажется, много льда. Но настройки, может, не успели сделать какие-то, но вот сейчас посмотрим. А если вылится? Ничего страшного. Я думаю, нет. Да. Друзья, ну, все-таки это первый опытный образец. Ну, напоминаю, что дизайн вот здесь будет совершенно другой. великолепная картинка будет, которая показывает всем людям, что мы продаем не алкогольные коктейли, а сыпем лед в наш кофе. Начинаем. Пока готовится, можно посмотреть рекламу? Можно поставить рекламу. А вы продаете рекламу? Ну, мы как бы партнерам говорим о том, что можно поставить, но пока ни с кем как бы договор такой не заключали. Все-таки мы считаем, что лучше здесь показать наш продукт. Ну, то есть о компании рассказать. Мы затеяли дыхание. Да, у меня сейчас кофе зальется, она вылится. Нет? Ну, здесь, конечно, он выглядит красиво, то, что он расслаивается так. Шикарно, шикарно, но все-таки, мне кажется, многовато. Ну, не, кстати, нормально. Вот, пожалуйста, кто там переживал, в комментариях, пишите, что мы, да, красавчики. Но она вот единственная, конечно, ну, до краев, это iSlat, надо взять трубочку, обязательно, закрыть крышкой. закрыть крышкой, да. Так, где производятся эти аппараты, в Китае? Кофемашина из Китая, ледогенераторы тоже из Китая, все остальное, это мы делаем в России, стойки, это печать ультрафиолетовая. Подождите, я вот трубочку, где должен взять? Вот здесь, здесь у нас есть размешиватель, сахар, трубочка, справа трубочка у нас. Так, как насчет гигиены и санитарии, когда, мне кажется, все это вот так стоит, особенно сироп. Да, да, и вот здесь как раз, ну, мы долго с этим мучились, потому что сироп, если наливать, то иногда капли падают на столешницу. Мы специально сделали вырис, его здесь видно, и поэтому капельки сносиков, диспенсеров, сиропов капают туда, прямо в мусорку, там находится мусорка у нас. То есть, отчасти это вопрос решило с тем, что здесь не будет сильно грязно. А вопрос, как сделать, чтобы было чисто, да, то есть это сервисменов, которых мы запускаем в городах, чтобы они... Крышки отсюда, да? Это крышки для горячих напитков, да, это к стаканчикам, которые вот... Очень классная вещь, почему такие не поставят во всех кофейнях? Но здесь, да, тут в чем прикол-то, что важно, можно было бы и крышки просто так положить, и они бы там находились, но куда же лучше, когда человек подходит и понимает, блин, они не пылились здесь, они находятся в специальном устройстве, поэтому мы решили сделать так со всеми элементами. Все спрятано, ничего на видном месте у нас не лежит здесь. Вкусно. Ура! Давайте проверим на Американо, какой у вас кофеек, да. Могу, да, нажать? Все, да, нажимаем на Американо, и тут, в принципе, это все просто было, бесплатно. Вот что-то прекрасное аппарат, можно ли его оставить у нас в офисе? Все, и начинаем, надо нажать кнопку. А, окей. Обязательно, да. Как идет обсудивание, как это открывается? Здесь, это сейчас мы покажем, есть у нас специальное приложение, то есть, почему было принято решение вообще отказаться от замков, то есть, как видно, здесь их нету. Идея такая, что вот мы нанимаем сервисменов, то есть, это ребята, которые обслуживают наши точки города, если у них будет связка из ключей громадной, да, они запутаются сами. Мы поняли, что, да блин, лучше сделать потехнологичнее такую, да, Теслу, короче, сделать в мире кофейн. Есть приложение, мы сейчас его покажем, вот оно есть, Никита, покажи, да, Никита, показать. Ну, просто, да, это такая программка, где есть замки. Давай вот, откроем просто эту дверцу, нажмем на кнопку, то есть, так их не открыть просто, они заперты. Все? То есть, нажали на кнопку и дверца открывается. Вот. Вот так выглядит внутрянка, а здесь мы храним наши ингредиенты. то есть, вот такие вот у нас контейнеры, пожалуйста, да, забрендировали, красота. Здесь мы храним молоко, то есть, как в ресторанах, есть рыба, есть мясо, у нас есть какао, есть молоко, есть кофе. В ресторанах не так чисто. Спасибо. Не, вообще важно то, что вот у многих как раз-таки кофе самобслуживание грязно, их коробки пихают туда, это неправильно. Надо, чтобы ингредиенты, потому что часто их открываешь и хранишь в открытом доступе, то есть, они не закрыты. Если там грязно, это антисанитария, это ужасно. То есть, мы работаем в общепите, даже в таком формате нужно соблюдать правильные условия. Вот, пожалуйста, здесь какой-то там, ну, штучки-дрючки, сахар, может там, палочки, какую-то химию для того, чтобы сервисмен приходил или там, партнер. Есть специальный сервис бокс, то есть, здесь мы храним различные штуки, которые необходимы для промывки кофемашины. химия, всякие кисточки, пылесос даже у нас есть маленький для того, чтобы все вычищать, потому что чистота, как бы, ну, важный аспект в этой деятельности. Если будет плохо, люди это будут чувствовать, считывать и больше к вам не будут приходить. Ну и удобно, вместимый, достаточно классный. Важно понимать, что мы рассчитывали на то, что кофейня должна вмещать очень много в себя. Сколько разных красивых пакетиков. Пакетиков? Там шоколад, да? Новый год вообще здесь реально. Это и молоко, и какао, и вот бананы воров как раз-таки красуются у нас здесь. Бананы воров. Бананы воров, да. Тоже, ну, легендарный наш напиток, его очень все обожают, любят. Как американо? Классный. Ну, мне кажется, он с робустой, нет? Ну, нет. Сто процентов. Может, откроем? Ну, кстати, в смысле, кофе хороший, почему-то как будто бы есть вот такая. Бразилия и рабочая. Это нужно же понимать, что смесь вендинга, то есть обжарка, используется под вендинг. И поэтому, как бы, да, из арабики тоже можно сделать рабусту именно в том плане, чтобы кофейный вкус приобретал. Ну, да, я не настолько, не настолько кофеман, чтобы отличать через сорта кофе. Вот, пожалуйста, да, здесь как раз сублимат ташкентского чая, тот, который мы привыкли пить, там, не знаю, в галате, например, да, то есть вот здесь он представлен, но в сухом виде, в бункере. Так, в целом, здесь все очень просто устроено. Все вот эти узлы будет промывать как раз наш сервисмен. Ну, либо вот партнеры, когда он покупает франшизу, мы предоставляем весь пакет материалов для того, чтобы он мог ознакомиться с этим. Самое, самое, конечно, важное, то, что нужно здесь заметить. А шоколад могу взять? Можно? Он сладкий. Ну, то есть, есть позиции, которые мы готовим. Люди думают, что кофе берут, например, только кофе точнее берут, но на самом деле есть локация, где берут горячий шоколад, где берут... Посмотри, скорость, я нажал, он сразу наливает. Очень много любят этот напиток дети, любят студенты его пить, потому что, ну, им надо сладкое, чтобы глюкоза в мозг ударила и мозги начинали работать. В жилых комплексах часто, если ставить, тоже дети выбирают такие напитки. Чистенько. Вот, в принципе, да. Класс. Бамс готова. Вы быстро собрали достаточно вот эту установку. Сколько обычно занимает монтаж? Ну, максимум три часа, в общем, максимум со всеми там, ну, знаниями, незнаниями. А где вы производите? Вот эта стойка делается в России. Мы делали в Алмате производство, находили здесь поставщика, он сделал нам плохо. Есть некоторые моменты, которые мы, например, не можем сделегировать на местные. То есть мы поняли, что наш поставщик делает именно хорошо, в качестве. Плюс вот нужно... Это короб сам? Короб, да. Важно, что понимать. Цвет желтый, фиолетовый, такого материала не существует в мире. То есть ты не сможешь заказать дерево в таком оформлении. Поэтому что мы делаем? Мы после производства отвозим на фабрику ультрафиолетовой печати, и там пропечатывают все это краска, которая наносится ультрафиолетом. Поэтому она не выгорает, она выглядит, ну, в принципе, стильно, достаточно. Некоторые стойки партнер может заказать в лаковой обработке, то есть она еще блестеть будет. В данном случае у нас матовый экземпляр. И что еще, конечно, важно, вот у нас есть стойка 1.0, наша первая. Мы сделали в виде портала. Мы изначально уже отличались от всех кофейнцев обслуживания. И вот это вот ProMax, Smart Coffee, ProMax, в том плане, что мы портал оставили, то есть вот он склад внутри кофейни. То есть мы сейчас покажем, что дверца справа-слева открывается и там вместимость ингредиентов. Пожалуйста, на полмесяца. Это тоже с телефона? Это тоже с телефона, да. Можете нам открыть, да. Это самый большой вендинговый аппарат, как правильно назвать? Кофейни. Кофейни, мини-кофейни. Самая большая мини-кофейня, правильно? Она стоит 4,3. И3, да. Она с ледогенератора. Если без ледогенератора взять, она стоит 3,7 миллиона тенге. Такого же размера? Точно так же, только ледогенератора нет. Здесь, например, мы размещаем электрику, какие-то там узлы определенные. Здесь можно размещать стаканчики. Плюс мы по-быстрому собирали, поэтому мы смещаем в угол. Партнерам рекомендуем. Поэтому здесь тоже место есть для хранения. Мы считаем, что мы сделали как бы такое вот совершенство, как мы считаем в кофейниках самобслуживания, как они вообще должны выглядеть именно. Яркие, позитивные, сочные, веселые. Ну что, друзья, резкоконтинентальный климат самый лучший для того, чтобы попить кофе. На улице у нас такой туманчик. Что будем дарить за самый лучший комментарий? Давайте подарим домашнюю кофемашину. За что подарим? Скажу я. Напишите комментарий, почему именно вы хотите заняться данным бизнесом, и мы выберем. Самый популярный комментарий получит кофемашину в подарок домашнюю от нас, а за тот комментарий, который нам прям понравится, мы выберем вас как партнера и подарим скидку 50%. Вот такой вот шикарный, великолепный подарок мы хотим сделать. Вот это солидный подарок. Я чуть ли не сам хочу писать. Можно? Тут люди такие, да, тема интересующая, да, так что, друзья, оставляйте свои комментарии за самые экспертные из них. Скидка в 50%, и это очень ценно для предпринимателей, не только начинающих, ну и за самый популярный, за лайканый домашняя кофемашина. Друзья, с нами сегодня были Smart Coffee. Пейте кофе, да? Да. Ну или ташкентский чай. Субтитры сделал DimaTorzok